Томас Венслав, известный интеллектуал, публицист, автор многих книг, поэт. Как бы вы себя определили, профессор Ельского университета, какое определение вы бы сами выбрали для себя, как бы вы себя называли? Вы знаете, я как раз только что говорил в узком кругу, что когда Ленин уже был диктатором, когда он уже управлял Советской Россией, на вопросы профессии во всех анкетах писал литератор. Ну вот я тоже, слава Богу, не диктатор, но могу определить свою профессию как литератор. Ну, хотелось бы, главное для меня в жизни обычно всегда бывало это стихи, это поэт. Но как поэт я не слишком популярен, хотя и там переводилось это на много языков. В русских переводах вышло пять книжек стихов, например, в польских переводах три, в немецких две. Вот сейчас готовится вторая книга по-английски, ну и на других языках есть вплоть до китайского. Но это на любителя, это сложные стихи, которые не все понимают и не все любят. Так сложилось, что в последнее время я более известен как публицист, хотя меня это особенно не радует. Ну, в ситуации, когда на какие-то важные темы все избегают высказываться, я все-таки считаю, что надо высказаться. И раз я этого не сделаю, вот этого никто не сделает. Ну, вот так оно и происходит. Первое наше личное знакомство произошло более четверти века назад. А вот за это время изменился совершенно этот мир, изменились контексты, вызовы. На ваше мнение, по вашему мнению, какие сегодня самые главные вызовы перед человечеством, перед нами, перед нашими странами, перед нашими культурами? Вы знаете, по сравнению с теми временами 25 лет назад, когда казалось, что все будет хорошо, сейчас так уже не кажется. Дела, так сказать, пошли в довольно опасном направлении, потому что во многих странах возобладал такой радикальный национализм, ксенофобия, изоляционизм. Это очень незаметно в России современной. Россия, так сказать, как-то проиграла, как известно, холодную войну, которая, собственно, и была третьей мировой войной, но как-то не смогла с этим смириться и пытается добиться некоторого реванша, делая шаги, которые опасны для всего мира. Я думаю, что это никакой реванш ей не удастся, она слишком слаба для этого и гораздо слабее, чем был Советский Союз, а он тоже не добился мирового господства, хотя очень к этому стремился. Этого не добьется, это кончится, но пока кончится, могут быть всякие неприятности, особенно в нашем углу. В Америке тоже ничего хорошего. В Америке выиграл выборы Трамп, за него я не голосовал. Я американский гражданин, а также литовский, у меня два паспорта. И я в американских выборах обычно не голосую. Как-то меня это мало волнует. Это страна как самолет с автопилотом. Она, так сказать, долетит, кто бы там ни был у руля, и даже если он заснет или заболеет, автопилот как-то доверет куда надо. Но не всегда так. Например, я голосовал за Обаму по очень простой причине, что Америке давно пора было иметь чернокожего президента. Это всемирное историческое такое явление. Это, так сказать, вопрос в том, чтобы люди поняли, что белая кожа или черная кожа – это примерно то же самое, что блондин и брюнет. Что это никак не отражается на способностях, на возможностях человека. И если избрать чернокожего, и он окажется хорошим президентом, то все в порядке, так сказать. Многие, многие это поймут. Ну, кроме того, в Америке тогда говорили, что вот, значит, мать негритянка говорит своему сыну, ну, что ж ты там занимаешься торговлей наркотиками, вообще спутался с какими-то уголовниками. Если бы пошел по другой дорожке, мог бы стать президентом Соединенных Штатов. На что сын ей обычно отвечает. Мама, ты сошла с ума. Ну, как же я могу стать с моим цветом кожи президентом Соединенных Штатов? Так вот, после Обама он уже не сможет так ответить. И это очень важно. Но Обама, может быть, и не был лучшим из президентов, но был вполне нормальным, ничуть не хуже многих и многих других. И слава Богу. Когда за Трампа надо было голосовать, ну, мне Трамп не нравился с самого начала, но его соперницей была Хилари Клинтон, женщина. И это тоже, тоже, значит, тоже вопрос принципиальный. Рано или поздно должна быть женщина президентом Соединенных Штатов, потому что доказана даже как-то история, что женщины, как правило, управляют государством лучше, чем мужчины. Это даже видно на царицах. Елизавета Английская, Елизавета Первая, времен Шекспира, была очень удачной правительницей. Екатерина Вторая в России, чтобы мы о ней не думали, в наших краях она тут, так сказать, вела свою политику, которая была не в пользу наших краев, но это другой вопрос. Но вообще управляла Россией лучше, чем многие до нее и после нее. При ней и Петербург построили, при ней был Державин, и все было не так плохо. Если бы не она, не появился бы, наверное, и Пушкин, и так далее. Голда Мэйр, или Индира Ганди, или еще кто-то. Вот когда у руля стоит женщина, это, как правило, выходит на пользу данному государству. Поэтому, хотя я тоже небольшой сторонник Хиллари Клинтон, я голосовал за нее. Ну и против Трампа, которого, тем не менее, избрали. И он оказался малоподготовленным президентом, на мой взгляд, несерьезным президентом. И, так сказать, пока что политика Америки мне не нравится. Я очень надеюсь, что на второй срок его не изберут. Ну, а если изберут, придется еще четыре года подождать. Потом, может быть, будет что-то лучшее. Но это наблюдается всюду. То есть, Европейский Союз как бы начинает распадаться. Вот происходит Brexit, Британия уходит. И это опасно, это вредно. То есть, Польша становится страной изоляционистской, националистической, такой, так сказать, радикально-католической. Всякий радикализм плох, религиозный особенно плох, по-моему. То есть, я не против религии, но я резко против радикальной религии. Радикальной такой религиозности. Польша идет по такому неевропейскому пути, и это печально. В Литве эта опасность тоже есть, но пока она не реализовалась. У нас правые националисты все-таки маргинальные. Один из них выставлялся на президента, не собрал 5% голосов. Другой выставлялся в европейский парламент, не собрал даже 3%. При этом они между собой ссорятся, как очень часто это с ними бывает, с националистами. И у меня есть надежда, что большого значения на судьбу Литвы они оказывать не смогут. А вот в Польше оказывают. И вот это, если не дай бог распадется европейский союз, что вряд ли, но нельзя это стопроцентно исключать, мы окажемся в той же ситуации, в которой Европа была в 30-е годы 20-го века. Когда была такая, так сказать, бесконечная конкуренция национализмов, для Литвы это было очень опасно и кончилось плохо, потому что Литву оккупировал Сталин и присоединил ее к Советскому Союзу, чему и тогда был никто не рад и сейчас это вспоминают не самым лучшим образом. Ну вот, вызовы новые, тяжелые, малоприятные. Я предвидел, что это может быть, об этом даже писал, но все-таки очень надеялся, что этого не будет. Это есть, это есть. Вот сниматься к такой ничем не ограниченной суверенности, в Литве слышны такие голоса, европейский союз это все равно, что Советский Союз, все едино. Ну это полная ерунда. Во-первых, совершенно другая экономическая система и совершенно другие стандарты жизни. А во-вторых, из Европейского Союза можно и выйти. Из Советского это до Горбачева и такого краха и хаоса, который при нем возник, это было явно невозможно. То есть разница очевидна для каждого. Но, значит, Европейский Союз, если он распадется, то опять будем иметь большое количество государств, которые будут ссориться между собой. Вот мы из этого, казалось бы, уже вышли, уже выскочили этот этап. К сожалению, он имеет некоторый потенциал того, что он возродится. И вот это прискорбно. Я стараюсь об этом писать, говорить, потому что я резко против этого. Я за европейское единство. Кстати, за то, чтобы и Белоруссия, и Украина в далекой перспективе и Россия вошли в этот Европейский Союз за это. Ну а те, которые уже в Союзе, как Литваны, ну и слава Богу, ничего лучше придумать невозможно. То есть никогда не бывает, что было стопроцентно хорошо. Мы всегда выбираем между разными плохими вариантами. Все варианты плохи, но одни плохи меньше, другие плохи больше. Так вот, Европейский Союз – это наименее плохой вариант из того, что нам предстоит. Ну вот примерно столько я могу сказать. Спасибо. А мы сейчас, может, все-таки перейдем к более приятным рассуждениям о литературе. У нас сегодня несколько тем сквозных в нашей встрече. Одно из них – это слово. И что меня в первую очередь интересует – это я недавно читал переводы Гомера, сделанные в 19 веке, и сопоставлял их с более поздними переводами. Мне показалось, что, как это ни странно, при том, что сам Гомер не менялся, у каждого поколения как будто бы есть свой голос. Переводы Гомера на какой язык? На русский, на английский. Вот скажите, можете ли вы согласиться с тем, что у каждого поколения, даже не у каждого столетия, есть свой язык, и если так, то как бы вы охарактеризовали язык своего поколения? Несомненно, это так. Несомненно, это так. И отчасти поэтому великие произведения в каждой большой культуре, у которой есть эта возможность, достаточно переводчиков, достаточно читателей, в каждой большой культуре мировая классика переводится по многу раз. Язык меняется. То есть, все-таки сейчас, ну, в России так получилось, что в России очень все-таки сильно повлиял Пушкин, и до сих пор все-таки говорят на языке, заданном Пушкиным. В Англии это изменилось больше. Шекспир сейчас, в общем, для простого англичанина, или тем более американца, неудобно читаемо. Его следует специально изучать этот язык. Ну, Шекспир, правда, был гораздо раньше Пушкина. Но даже и Байрон, даже Уолтер Скотт сейчас менее читаемо, поскольку английский язык развивается как-то быстрее. Ну, что касается Гомера, Гомера в XIX веке перевел Гнедич. Поэт Пушкинской плеяды, я бы сказал, очень архаизированный перевод, трудный, с трудом читаемый, но интересный. Его до сих пор можно и даже следует, по-моему, читать. Пушкин, кстати, его высоко ценил. Прочтя этот перевод, написал двустищие в античном размере. «Слышу молкнувший звук божественной эллинской речи, старца великого тень, чую смущенной душой». Ну, существует эпиграмма на Гнедича. Крив был Гнедич поэт, переводчик слепого Гомера, боком с Гомером одним схож его перевод. Ну, это можно и так, и так, но Гнедич – это интересно. А Жуковский перевел Одиссею, и это почти уже навсегда. Это уже, так сказать, второй раз Одиссею как бы переводить уже не нужно. Ну, все равно переводят. Ну, вот Гамлета перевел… Много было переводов в царское время, а потом в советское время был перевод Лозинского и перевод Пастернака. Лозинского точнее, но Пастернака как-то живее. Читать можно и тот, и другой, и стоит, и ставить на сцене можно и тот, и другой. Ну, это разные, это разные Гамлеты. Ну, в Литве тоже, скажем, вот совсем недавно Фауста во второй раз перевели. Антанас Юнинос перевел Фауста на литовский язык, хотя есть перевод Хургеноса, а до Хургеноса был еще один. Сейчас вот только что, недели полторы назад, представляли перевод Листьев правью Витмена, новый. Хотя есть советский перевод Мишкиниса, и до Мишкиниса переводили. Ну, вот так вот всегда. И Фауст, и Гамлет, и Сервантес, наверное, и Гомер. Это всегда будет переводиться по-разному. Ну, современный язык отличается от языка XIX века. Ну, во-первых, в том, что в нем как-то меньше табу. Меньше табу вплоть до того, что употребляется мат, который в те времена, так сказать, заменялся рядами теле или многоточием. Он существовал во время Пушкина, а Пушкин писал стихи такого рода. Но, так сказать, во-первых, они все-таки не печатались. Сейчас это печатается. Во-вторых, даже если печаталось, то это заменялось теле или многоточием. Ну, это особый пример. Сейчас в России стараются опять с этим как-то бороться, что, по-моему, довольно безнадежно. Если уже это пошло, то и пойдет. Но это не только это. Вот эта простая речь и разговорная речь сейчас гораздо более врываются в языки, и врываются заимствования. То есть в Литве, в литовский язык очень сейчас борются против англицизма. И зря, по-моему. Почему английский язык процветает и захватывает все больше и больше пространства? Один сингапулец, родной язык которого китайский, мне сказал, что английский язык – это убийца языков. Если он где-то появляется, то рано или поздно все местные языки исчезают, и все переходят на английский. Ну, может, это и не совсем так, но часто это, к сожалению, так. Но английский безумно разнообразен. И почему он процветает? Потому что ничего не боится. В английском есть слова славянского происхождения, слова из идиш. Если сильно поискать, там мы найдем слова из литовского языка, из языка американских индейцев, из языка африканцев, какие угодно. Они этого не боятся. Они не боятся заимствовать. И это причина того, что английский захватывает, так сказать, все больше и больше места в мире. Одна из причин, из важных причин. Ну, потом надо сказать, что он, в свою очередь, распадается уже на какие-то диалекты, которые, возможно, станут отдельными языками. Это австралийский, скажем, сильно отличается от американского. Американский сильно отличается даже в произношении от английского классического, на котором все еще пытается говорить английская интеллигенция. И так далее, и так далее. Ну, вот примерно ответил, надеюсь. Если Вы позволите, я задам еще один вопрос. Это вопрос о переводах. Мы говорили о том, что Гомера переводит и переводит. Верите ли Вы в то, что поэзия, в принципе, подлежит переводу? Мы знаем, что Набоков, например, не полагал, что поэзию можно переводить так, как это делали другие. Вот переводима ли поэзия? Вы знаете, об этом писал... У Брюсова есть такая статья. Брюсов сам был переводчик и поэт, но не самый лучший из переводчиков и не самый лучший из поэтов. Но, тем не менее, он этим занимался и говорил, в общем, дельные вещи. Он говорил, что, в общем, это чудо, потому что фиалки в тигеле, то есть бросают фиалку в тигель, она там распадается на составные элементы, потом из них надо бы создать опять фиалку. Немного другую, но фиалку, чтобы она цвела, пахла, была жива и так далее, и так далее. И от переводчика, как он... это сказал не он, это сказал, по-моему, Макс Волошин, от переводчика надо... переводчику нужна органическая способность к чуду. Но это чудо иногда получается. Поэзия переводима. Я сам занимался много переводами. Не знаю, получалось ли это у меня, это не мне судить. Ну, старался, но знаю точно, что бывают переводы, которые оставляют не меньше впечатления, чем оригинальные стихи. Но это другие стихи. То есть там очень многое меняется, очень многое меняется, особенно если мы хотим сохранить формальные элементы, типа рифмы, типа строгой метрики, там приходится менять, приходится вводить какую-то отсебятину. Но иногда все-таки вот бывает это чудо, это стихи. Это стихи, это замечательные стихи, никак не хуже оригинала, хотя и другие. Вот если это так, то перевод получился. Но другой. Судьбой так было определено, что вы были другом Чеслова Милоша, гениального польского поэта 20 века, и Иосифа Бродского, русского поэта, там уже на эмиграции. Вот у меня всегда не покидал вопрос. Вы когда-нибудь встречались все втроем, и на каком языке вы говорили между собой? Мы встречались втроем очень редко, чаще вдвоем. Если вдвоем, то я с Милошем говорил по-польски. Он в какой-то мере знал литовский. Он мог читать литовскую газету и понять, что там написано. Изучал он литовский язык по Евангелию. Он знал Евангелие наизусть, и когда он брал литовский текст, ему было, в общем, более-менее понятно, чего в каком месте ожидать, и он понимал, так сказать, текст. Это Милош. Бродский знал польский, но плоховато. Литовского не знал вообще, кроме двух-трех слов, или там пятнадцати, может быть, слов. Хотя он бывал в Литве и Литву очень любил, но бывал коротко, не успевал проникнуться языком. Если встречались, говорили часто по телефону, например. Ну, с Бродским я всегда говорил по-русски, с Милошем по-польски. Я по-польски говорю примерно как по-русски. Вот по-белорусски не говорю, к сожалению, и по-украински, но могу понять. То есть я тоже белорусскую газету читаю без труда, украинскую, с некоторым трудом, но всё понимаю. Я даже расскажу такую историю. Как-то в советское время я плыл по реке Волге от Волгограда, тогда ещё, кажется, Сталинграда, до Астрахани. Но это больше суток. И на пристани я купил книгу Лампедузы. Такой знаменитый итальянский писатель Лампедузы, его роман «Леопард». Тогда очень модный и вообще хороший роман, надо сказать, довольно замечательный. Купив, я обнаружил, что это не перевод не на русский, а на украинский. И решил, что всё-таки я это прочту. И стал читать. И когда я окончил весь роман, оказалось, что я более-менее знаю украинский язык. С белорусским ещё легче в этом смысле. Но тоже не всегда легко, но украинский, пожалуй, дальше отстоит и от русского, и от польского, чем белорусский. Ну, вот так вот. А значит, были ли моменты, когда мы были втроём? Бывали, но редко. Вы знаете, тогда мы обычно переходили на русский. Милош по-русски говорил, а я, как видите, говорю. Ну, Бродский пытался говорить по-английски. Он хорошо говорил по-английски, как и Милош. Но я, в свою очередь, я не люблю говорить по-английски. Старался перейти на язык, мне более знакомый. Но таких случаев, как и чтобы были втроём, мало было. Мы как-то... То я с Милошем, то я с Бродским, то Бродский с Милошем, что часто бывало. Тогда они говорили, наверное, по-английски между собой. Милош русский не очень любил. Он говорил, что это язык, на котором, так сказать, легче всего выразить фразу. А, а что там у тебя в кармане? Не любил. Хотя знал. Он читал прекрасно по-русски, преподавал Достоевского и так далее. Написал книгу у научных работ о русских писателях со знанием дела. И без особой вражды. Так вот, ну, Достоевскому он был амбивалентен. То есть, и любил, и не любил. Ну, многие к Достоевскому амбивалентны. Знаете, есть такой анекдот, как спрашивают кавказцы, но это политически некорректно, но тем не менее, любишь ли ты помидоры? А он говорит, кушать люблю, а так нет. Так вот, у меня так с Достоевским. И не только у меня. Читать люблю, а так нет. То есть, его идеология мне достаточно чужда. Теперь, что же еще сказать? Ну, вот по поводу Милоша и Бродского. Я переводил их обоих, и довольно много на литовский язык. И вот только сейчас, этим летом, перевел большую поэму Милоши. Называется «Поэтический трактат», «Трактат поэтырский». И перевел полностью. Это великая поэма. Очень советую прочесть, если кто не читал. Очень советую. Она есть по-русски, в переводе Горбаневской. Не знаю, есть ли по-белорусски, но если есть, я бы не удивился. Наверное, кто-то уже перевел. Может быть, я не знаю. Вы знаете? Еще нет. Нет перевода. Нет перевода. Есть только книга переводов ваших стихов. Это есть, да. Это есть, это я могу судить, качественно даже переводу, поскольку я вполне понимаю, что это там написано. А вот Милош, ну, поэтический трактат Милоша перевести надо, в том числе и на белорусский. Тем более, что он там и касается дел, которые всем людям нашего региона важны. Причем перевел я это с силабикой, силовическим стихом. В Литве силабика не употребляется с середины XIX века. Был такой баранаускас, который писал еще с силабикой. Но это изучают во всех литовских школах. Поэтому это звучание силабики не чуждо литовцу. Но потом появился майронис, который перевел все это на силабатонику. То есть от стиха Мицкевича к стиху Пушкина перешел. Это разный стих, разный принцип организации строчки. Но я вернулся к стиху баранаускаса и всю поэму точка в точку перевел польским силабическим стихом. Это звучит своеобразно, но интересно. Удалось ли мне произвести это чудо в переводе? Я это опять же не могу судить. Последний вопрос мастера. Да, да, конечно. Я заметил, что самые любимые мои стихи Бродского посвящены вам, Томас. Да, ну. Да. Как это получилось, я не знаю. А какие? Их несколько. При этом, я сейчас боюсь ошибиться перед целой толпой студентов. Вы представляете, что будет с моей репутацией? При этом... Скажи, литовские диверсии сперва. Ну, например, при этом у Бродского все время есть фигура друга, к которому он обращается так, как будто бы продолжает с ним разговор. И вот, понимаете, сегодня поэты и писатели, когда собираются вместе, они, как правило, пьют и разговаривают о чуши. О женщинах. О чем угодно. Но не о античности, не о формах, не о... О чем вы говорили? Неужели вы говорили о том, о чем Бродский пишет стихах? Я вам... Я вас успокою. Мы говорили о той же чуши, о которой... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 От тем культуры мы обязательно сворачиваем на две темы. Текущая политика и бабы. А почему, говорит? А потому что... Ну, почему так много о женщинах? Потому что мы вроде солдат. Мы сидим в окопе, живем такой окопной жизнью. А солдаты всегда об этом говорят. Это совершенно неизбежно. Ну, вы знаете этот чудный анекдот. Как политрук спрашивает у солдат. Сидоров, вот куча кирпичей. Что ты думаешь, глядя на эту кучу? Товарищ лейтенант, думаю о том, что нацисты разрушили нашу страну, ее надо восстановить. Молодец, Сидоров. Петров, вот посмотрел эту кучу кирпичей. О чем ты думаешь? Петров говорит, товарищ лейтенант, думаю о великих словах коммунизма. Молодец, Петров. Иванова, ты о чем думаешь? Я о бабах. Как это? Кирпичи в кук бабы? А я всегда о них думаю. Вот так было у нас и с Бродским. Но бывало и другое. Бывало и другое. То есть говорили, конечно, на всякие темы. То есть я иногда бывал его таким как бы консультантом по античным темам. Я их знал немного лучше, потому что меня дед этим занимался и меня с детства учил. То есть я знал латынь и даже неплохо. Чуть-чуть знал греческий и знал всю античную мифологию и всю античную литературу. Ну, больше в переводах, правда. Но он знал тоже все это, но хуже. Иногда вот спрашивали меня, что там происходило с Одиссеем после того, как он вернулся на Итаку. И осуществует целый миф о том, как ему напророчили, что он умрет в стране, где никто, так сказать, не знает, что такое море. И он в какой-то стране удалился в глубь суще Одиссея, уже стариком, и нес на плече весло. И все спрашивали, что это, значит, за явление такое весло. Никто не знал, что такое весло. Тут он понял, что ему время умирать, и то ли умер, то ли его убили. Но это Бродский... Ну, об этом существовала даже целая поэма, называлась «Терегония». И, ну, она не сохранилась. Но была такая же гигзаметром поэма, вроде Гомера. Бродский, правда, тогда тоже выдумал шутливое двустище, каким же надо быть ослом, чтобы идти по улице с веслом. Вот. Ну, вот на эти темы говорили. Очень много... Бродский приезжал в Литву в 1626 году, и позднее он часто здесь бывал. Правда, не очень подолгу, но бывал в Вильнюсе. Вильнюс очень любил. Вот это соединяло нас. Милош очень любил. Я очень любил и Бродский, очень любил именно этот город. Ну, Милош-то был отсюда, я тоже отсюда, а Бродский не отсюда. Но, тем не менее, Вильнюс для него был такой заменой Запада. И Каунас тоже. Вообще Литва для него была такой заменой Запада. Он не мог никуда ездить. Так вот, так сказать, удовлетворялся тем, что он здесь находил и видел. Вильнюс был как бы заменой Польши, а Польша, в свою очередь, заменой Италии. Страны католические, оборочные, страны с интересной архитектурой. Но Вильнюс – это тоже такая маленькая северная Флоренция или даже Венеция и так далее. Так вот, когда он приезжал в Литву, приходилось ему много рассказывать о литовских делах, о литовской истории. У него это в стихах литовского детисмента и литовском Ноктюрне есть это. Есть и о Витовке что-то сказано, и о Гайло, и еще о чем-то. Есть еще третьи стихи, посвященные моей скромной особе открытки из города Ка. Ка – это Кенигсберг или Калининград. По-литовски – Короляучус, по-польски – Крулевец. Но на всех языках начинается с буквы Ка. Вот, ну, Калининград – это для литовцев тоже в какой-то мере свой город. Вот как Вильнюс свой город для белоруса, поскольку здесь развивалась белорусская культура и даже лучше, чем в других местах. А в Калининграде, Кенигсберге, развивалась литовская. И тоже лучше, чем в других местах. Там издан первый сборник народных песен литовских. Там в Калининградской области теперешней написана первая большая поэма Домилайтиса. И так далее, и так далее. Первая грамматика, вообще первая книга на литовском языке вышла в Кенигсберге. Ну, вот об этом мы много говорили. Он написал об этом сонет. Своеобразный сонет, потому что нерифмованный, но все-таки сонет. Со всеми правилами сонета, кроме рифмовки. Открытка из города Ка. Потом я, помнится, написал ему такой ответ. Называется «Новая открытка из города Ка». Открытка из города Ка – это о развалинах. Город, который лежит в руинах абсолютно. Тогда Калининград так выглядел. Развалины есть в празднике кислорода и времени. И он начинает с этого. А у меня город уже отстраивается. И под спутно проводится такая мысль, что лучше бы он не отстраивался. Строят такую пакость, что эти развалины как-то более действуют на душу. И лучше действуют на душу, чем эти новые стандартные дома. Вот стишок. Но это с явным указанием на Бродского. Ну, насчет собеседника скажу. Бродский был человеком очень уникальным. Другого такого не было во всем Советском Союзе, во всей Советской империи. И поэтому ему было очень одиноко. Он пытался найти себе какого-то брата, близнеца. Вот находил следы ленинградских или петербургских тогдашних поэтов. Пытался найти. Там был Анатолий Найман, Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев. Они все до сих пор живы. Это была его компания. И он считал их как-то... Пытался понять, что... Пытался, значит, почувствовать, что это как бы его братья и даже близнецы. Но не удалось. Потому что они были явно меньшего масштаба фигуры. И поэтически, и человечески. А в Литве он тоже искал себе брата и близнеца. И тут мне повезло, потому что он не знал литовского. Если бы знал, то тоже бы увидел, что такой же, как Найман и Рейн, ничего особенного. А вот как-то вот так сложилось, что не зная языка, зная меня только по таким устным переводам, я сам себя не переводил, переводил один мой друг для него по его просьбе. А что здесь написано? А что здесь написано? Он делал такой с листа подстрочник. Это ему скорее нравилось. Не все, но скорее нравилось. И вот он выдумал, что у него есть такой близнец в Литве. С похожей судьбой и с похожей поэтикой. Ну, да. И, кстати, я ему показывал тут в университете в Вильнюсском, неподалеку отсюда, знаки Зодиака во дворе обсерватории. И там есть знак близнецов, он самый красивый. Там двое обнаженных таких младенцев, кажется, с луком, со стрелами, это близнецы. Ему это очень запомнилось. У него об этом даже есть в стихах. И ты в потемках одинокий наг, на простыне, как Зодиака знак. Ну, кроме того, еще одно тут действовало. Мое имя Томас. Ну, по-русски Фома. Он обычно обращался ко мне Фома. Это означает на арамейском языке. Арамейский близок к кибриду, к древнееврейскому. Это тот, кстати, язык, на котором разговаривал Иисус Христос. Так вот, на арамейском Фома означает близнец. Это казалось ему таким важным моментом. Вы много лет прожили в эмиграции, вдали от Каунуса, вдали от Вильнюса, вдали от Паланги. Я когда-то читал ваши воспоминания, или это были статьи разных лет, я боюсь ошибиться. И вы описывали ситуацию, когда на теплоходе подплыли близко к Паланге и увидели ее, издали на горизонте. И меня вот очень эмоционально зацепил этот момент. Но я хотел спросить немного про другое. Как вы описывали своим иностранным, совершенно иностранным друзьям Вильнюс? Вот как вы им объясняли, что это за город и по каким его местам наиболее скучали? Ну, во-первых, я о Вильнюсе писал. Я написал три книги о Вильнюсе. Есть такой стандартный путеводитель, есть вот книга «Вильнюс. Город Европы». И есть книга, по-моему, наиболее такая интересная, на мой взгляд. Это «Вильнюсские имена». Она есть по-литовски, по-польски и по-английски. Ну, я потом издал ее второй, второе издание, сильно дополнило. Там около 800 людей, связанных с Вильнюсом. Начиная с Гедемина и даже раньше. И кончая, сначала было, как я кончал Милошем, теперь уже не помню, кто там оказался последний, кажется. Саулю Сондецкий, такой дирижер-музыкант. Поскольку там в книге «Принцип», туда попадают только умершие. Меня спрашивали, а почему, это же прямо скандал, что нет Ландсбергиса. Я говорю, ну нет ничего прочего, достаточно, он сразу туда попадет. Так вот, там около 800 сейчас лиц. Там есть белорусы, кстати, и довольно много. То есть основные деятели белорусской культуры, и не только культуры, но и политики, как Луцкевич, которые жили в Вильнюсе, они там есть, о каждом есть короткая статья. Ну, однажды в книжном магазине меня встретил один литовец-учитель. И говорит, господин Вянслова, вот читаю я вашу книгу «Вильнюсские имена». Эта книга написана для поляков. Напишите книгу для нас, литовцев, поскольку там очень много поляков. Я на это сказал, по-моему, книги нельзя делить на написанные для поляков, для литовцев, для русских, для немцев, для белорусов. Книги делятся на честные и нечестные. Если писать о Вильнюсе честную книгу, то не обойдешься без поляков, причем очень много будет там поляков, не обойдешься без евреев, очень много будет евреев. Ну, будут и литовцы, и с каждым годом их все больше, поскольку все больше и больше вильнюсских жителей и литовцев умирают. Поэтому второе издание гораздо более литовское, чем первое. Добавлено очень много умерших литовских писателей, художников, музыкантов, актеров и так далее. Ну вот, так, о чем я, в чем вопрос состоял? О каких местах в Вильнюсе вы думали? На эмиграции. Да, в эмиграции. Ну, я об этом пишу, что есть такой диалог с Милошем. Кстати, вот как люди узнавали о Вильнюсе. Мне очень многие иностранцы говорили, например, тут был одно время французский посол в Литве, Сюрмен, вот я с ним был ему представлен, и он сказал, о, да, я вас знаю, я читал ваш диалог с Милошем о Вильнюсе. Я впервые узнал об этом городе, его судьбе, о его сложных перипетиях из этого вашего диалога. И это не только один Сюрмен, это многие говорили. Я там рассказываю ситуацию Вильнюса, о том, как он переходил из рук в руки, о том, как на него претендуют разные национальности, для каждой из них он Иерусалим. Ну, легче всего евреям, поскольку, да, он Северный Иерусалим, но есть еще настоящий Иерусалим. А вот для поляков или литовцев, и для белорусов, кстати, это Иерусалим, и другого Иерусалима как бы и нету, поэтому и начинаются споры. Чей он на самом деле? Конечно, он, понимаете, Иерусалим настоящий, он ведь тоже. Он сейчас, спор, бесконечный, еврейский это город или арабский, живут и те, и другие. Кто-то правильно сказал, и не еврейский, и не арабский, это город мировой. Вильнюс так же, ни литовский, ни польский, ни белорусский, это город мировой. А так сложилось, что это столица Литвы, что сейчас литовское население, язык в нем преобладают, и, по-видимому, так уже и останется в ближайшие десятилетия, может быть, и столетия, но все равно это город мировой, и дай ему Бог всегда быть мировым. Так вот, в этом диалоге я пишу, что в худшие дни жизни, в молодости, ну, знаете, что бывает хуже всего в молодости, когда какой-то роман не удался. И страдаешь, конечно, хочешь покончить с собой иногда. И вот в худшие моменты жизни я подходил либо к святой Анне, либо к святой Терезе рядом с Острой Брамой, либо шел в главный двор университета, двор в Скарке. Просто стоял и смотрел, и это всегда помогало. Вот эти три места для меня в Вильнюсе всего, наверное, важнее, ну, поскольку они архитектурно самые лучшие. Спасибо большое. Может, Анатолий Арксеньевич, как-то мы подводим какой-то итог к господину Томасу. Есть еще и личные дела. Мы заканчиваем, закругляем нашу эту встречу и продолжим ее. Может быть, в следующий раз, может, у нас будет больше вопросов. Сегодня мы немножко стеснены во время Анатолий Арксеньевича. Ну, если есть у кого-то вопросы... Анатолий Арксеньевич, я думаю, что можно все-таки и все готовили. И если есть время и возможности, я же удовольствую ответить. Анатолий Арксеньевич, вы очень короткие. Да, в станции. Субтитры, спасибо, что приехали к нам. Хотел сказать, что вы очень попали в мое мировоззрение, что-то не цитатное, как я думаю, в последнее время. У меня вопрос про минюшские имена. В этой книге у вас в завещании записано, что вы там тоже появитесь. Не понял. В этой книге... Да, да. То есть, я так понимаю, она обновляется, постоянно пополняется, правильно? Вы там появитесь когда-нибудь? Понимаете, поскольку это... Я, конечно, рано или поздно кончу свою жизнь. Но дело в том, что книга-то написана мною, а не кем-то другим. Как после смерти написать о себе, да? А может быть, сделать бесконечную книгу? Ну, в принципе, да. Уже сейчас у меня набралось много новых вильнюсских имен, просто забытых, которые как-то прошли мимо моего внимания, и таких довольно много. Вот подумываю уже о третьем издании, но издатель этого пока не хочет. Ну, не знаю. Это такая энциклопедия, которую можно дополнять до бесконечности, как сами понимаете. И, может быть, в будущем кто-то случится, кто сможет это дополнять. Комментарий ставим. Издание дополнено и комментируем. Извините, хотел спросить, вы не помните, что вы почувствовали, когда получили указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении советского гражданства? Ну, во-первых, во-первых, облегчение. Я уехал как советский гражданин. Ну, это сложно рассказывать, как я уехал, это длинная история, но она у меня описана. У меня есть такая книга, как бы мемуаров, там всё это подробно описано. Я уехал советским паспортом. И вот, значит, я провёл один семестр в Калифорнии. Часлав Милош там меня устроил на преподавательскую должность на один семестр. Я заработал за один семестр 10 тысяч долларов. Мне это касалось гигантскими деньгами. На самом деле, для Америки это небольшие деньги. Месяца три прожить можно, но вряд ли больше. И, значит, решил «Сделаю-ка себе праздник, съезжу на Гавайские острова». За 800 долларов купил путёвку на Гавайские острова на 8 дней. Ну, это было 40 лет назад, тогда ещё цены были немножко другие. Эти 10 тысяч или 800 это больше означало, чем сейчас. Ну, причём я вёл, я преподавал в унистете Милоша, то есть это был Беркли, в Калифорнии. Довольно невинная вещь, русскую семиотику по Лотману. То есть там ничего особо политического нет. Но я вёл себя нахально, я выступал по радио, меня пригласили в Американский конгресс рассказать, как обстоит дело с положением в области прав человека в Советском Союзе. я рассказал. Ничего хорошего тогда об этом положении сказать было нельзя. Я говорил сдержанно, умеренно, не говорил эти кровавые большевики, и так далее. Этого нет. Но говорил, вот, тут и тут, так сказать, могло бы быть гораздо лучше. Тут и тут уже совсем так плохо, что дальше трудно и придумать. И примерно всё это говорил публично. И, наконец, когда я был на Гавайях, у меня на квартире в это время жил мой друг, американский профессор, и, значит, явились из Советского консульства два человека обратились к нему по-русски. Он говорит с джентльмена, я, к сожалению, по-русски не говорю. Тогда они перешли на английский. Так вы не Ванслава? Нет, я не Ванслава. Будьте добры, передайте Ванславу. А где он? Да, он уехал куда-то в туристский турпоход. Будьте добры, передайте ему, когда он явится, чтобы он зашёл в нашу консульство с паспортом. Если не хочет заходить, пускай пришлёт паспорт по почте. Там надо сделать отметку. Ну, я вернулся из Гавайи, мне об этом рассказали, об этом визите. Я послал на всякий случай паспорт по почте. А то пойдёшь в консульство, очень неизвестно, чем это кончится. По почте. И получил от них письмо. Я до сих пор его храню. Это интересный документ, что значит, за поведение, несовместимое со званием советского гражданина, вы указом Верховного Света такого-то числа лишены советского гражданства. Ваш паспорт конфискован и возвращен вам не будет. Но тогда мне пришлось пойти к американцам и уже просить политическое убежище, которое было предоставлено. И спустя пять или шесть лет я стал уже американским гражданином. Ну, вот так это сложилось. Мы очень... Дело в том, я еще... Ну, сложно это было, поскольку в Союзе, то есть в Литве, в Вильнюсе, у меня оставалась мать, во-первых, я думал, ее никогда не увижу, и малолетняя дочь. Но я увидел и ту, и другую. Но это было уже позднее, потому что я 11 лет провел в эмиграции без надежды вернуться. А потом все изменилось, и эта надежда появилась. Я съездил, правда, сначала не в Вильнюс, а в Москву и Питер. Вот в Москве ко мне приехала мама, и мы с ней встретились спустя 11 лет. А дочке, ее матерь удалось выехать, и она сейчас живет в Америке, сейчас ей больше 40 лет, она сама родила дочку, и преподает в начальной школе. Вот такая у нее профессия. Но муж бизнесмен, так что это преподавание для нее скорее в свободное время такое занятие. Так вот, все кончилось хорошо, таким хэппи-эндингом, как говорят американцы. Но могло так и не кончиться. Ну и я, с другой стороны, я, так сказать, даже как бы гордился, что меня лишили этого гражданства, причем я был такой девятый. Первый был Лев Давыдович Штронский, но в этом все забыли. Вторая была, это считалось, что это хуже вышки, хуже смертной казни. Лишить гражданства первого государства пролетариата, которое идет впереди планеты всей, это значит, страшное наказание, страшнее быть не может. Вот так наказали Кротского. Потом, правда, убили. Ну, меня, меня, даже друзья, предупреждали, говорят, если ты попадешь в руки советом, старайся не попадать, потому что в порядке гуманности снисхождения они могут тебе снизить наказание до расстрела. вот, и, ну, я старался не попадаться. Ну, поэтому, естественно, не ездил в эти края, не ездил даже в страны народной демократии. Но потом, когда уже началась перестройка, поехал в Венгрию. Боялся, надо сказать, боялся, но два дня пробыл в Будапеште и вернулся в Вену, и ничего не случилось. Потом уже поехал в Советский Союз, присоединился к группе американских туристов и с этой группой провел восемь дней в Советском Союзе. В Москве, четыре дня в Москве, четыре в Питере. Ну, увидел мать, увидел некоторых друзей. Вот так это складывалось. И мы потом в шуте, да, вторая, вторая по в этом списке лишённых граждан была Светлана Аллилуева, дочь Сталина. И все говорили, ну, это как космонавты. Ну, Светлана, она вроде лайки. А вот Солженицын третий, вот это уже Гагарин, да. А я был девятый, то ли Попович, то ли Николаев, то ли даже Терешкова, девятый космонавт. Потом таких оказалось около сорока. В том числе Ростропович, велончелист, Любимов, театральный режиссёр и Аксёнов. Василий Аксёнов известный писатель. Но мы старое уже лишённое гражданство говорили, ну, это уже всё мелюзга. Вот мы это настоящие космонавты, а этих уже никто и помнить не будет. Вот, ну, это всё шутки, конечно. Но потом сложилось так, что нам даже стали предлагать вернуть советское гражданство. Но я его не взял. У меня есть литовское гражданство. Предлагали Бродскому. Бродский отказался. Я говорю, ну, что же, Иосиф, зачем отказываться? Ты принадлежишь к такой трансцендентной России, метафизической России. Он сказал, метафизическая Россия не выдаёт паспортов. И это была типичная такая шутка Бродского. Ну вот с тех пор у меня два гражданства. Американская и литовская. У моей жены она русская из Петербурга. У моей жены два гражданства российская и американская. Ну ещё ПМЖ в Литве. Мы сейчас живём в Литве. Ещё может быть вопросом? Скажите, пожалуйста, можно вернуться к вопросу о классике? Что для вас классика и к какой классике на данном этапе вы возвращаетесь? Какой классике я возвращаюсь? Да, именно на данном этапе. Ну понимаете, для меня, скажем так, что вся классика это то, что написано не сейчас, а несколько раньше. вот что я люблю, то есть начиная опять же с Гомера, может быть и раньше с Гильгамеша или там с Библии, а кончая вот людьми, которых я еще застал, вот Ахматова, Пастернак, я их видел, я с ними разговаривал, но это уже классика. и всего для меня ближе, всего для меня ближе, конечно, русский Серебряный век, вот именно Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, эти поэты, и прозаики того времени, Платонов, например, ну Булгаков несколько меньше, я не принадлежу к большим фанатикам Булгакова, но тем не менее это достаточно интересно. Очень люблю Ильфа Петрова, вот Набоков, кстати, был большой поклонник Ильфа Петрова, он терпеть не мог советскую литературу, но для одного произведения, для «12 стульев Золотого Теренка» делалось исключение, но я, как и многие в моем поколении, это все просто знаю наизусть и без конца разговариваю цитатами оттуда. Страшно, что с польской литературой. Ну вот Милош, Милош тоже уже классика, его нет живых, и очень основные его вещи написаны еще где-то в середине 20-го века, то есть это уже лет 60-как написано, это уже классика. Норвид очень интересный поэт. Белорусскую литературу я знаю плохо, то есть я что-то читала и Янки Купала, и Колоса, и Богдановича, которые, мне кажется, самым интересным поэтом того времени, но мало, мало, и в этом смысле с украинцами тоже самое, кстати, тоже мало что знаю. Ну, литовцев знаю, у литовцев своя классика, и это для меня по-своему важно, но особенно важны поэты, которые оказались в эмиграции, был такой Генри Каслараускас, совершенно блистательный поэт, ему можно сопоставить чуть ли не с Мандельштамом, он очень такой высокого качества, поэт, высокой пробы. Он, кстати, знал Мандельштама, ну, не лично, а читал, хорошо знал их творчество, Мандельштама, Пастернака, Пастернака даже переводил, переводил, правда, так себе, но свои стихи писал великолепные. Недавно вот есть тут такая Анна Герасимова, она же умка, она переводит на русский язык литовскую поэзию, в том числе и вашу покорную слугу, вот она сделала книгу Радаускаса на русском языке. Очень советую прочитать, кто не знает литовского. И Бродский, кстати, уважал Радаускаса, он знал его по английским переводам. А я знал Радаускаса вот каким образом, мне было пять лет, это была немецкая оккупация, и он зашел к моей маме, которую он знал давно. Он, в общем, был скорее дружен с моим отцом. Отец был в Москве, мать после немецкой тюрьмы была в Каунасе и как-то так жила, так сказать, со дня на день не очень зная, что с ней завтра случится. Он зашел к ней, это даже было морально как-то красиво с его стороны, все остальные боялись. И были качели, он меня покачал на этих качелях, мне было пять лет, это я очень хорошо помню, как он меня раскачивал. Вот, а поэт совершенно замечательный. Еще вопросы? Давайте там вы. Спасибо. Здравствуйте, спасибо большое за то, что вы пришли. У меня такой вопрос, возвращаясь к воспоминаниям о Вильнюсе, когда вы сюда приехали, не могу не спросить. Мы, изучая европейское наследие, уделяем большое внимание местности, на котором располагается наш университет сейчас. Это костел, это гимназия, которая неподалеку. Если я не ошибаюсь, когда вы переехали в Вильнюс, вы пошли в гимназию, которая располагается недалеко отсюда. Совершенно верно. Возможно, у вас есть какие-то наиболее яркие воспоминания именно этой местности? Как менялась она и по сравнению с теперешними гимназиями? Спасибо. Я жил на улице, которая тогда называлась Уосто, то есть Портовая, потом она называлась Петра Сацвирьки, а теперь называется Поменкальню. И оттуда я шел в гимназию пешком. Потом у меня была операция аппендицита, и в них ходить поначалу было довольно трудно. Меня провожал в гимназию Вильгилиус Норейко, который потом стал известнейшим певцом, тенором. Он мой одноклассник. Мы были большие друзья в те времена. Ему было лет, ну, не знаю, 14, а мне было лет 13-12. Я был моложе. Ну, вот, шли мы через развалины гетто. Вот эти развалины я очень помню, и это очень изменилось. Вот этой улице Бокичу, которая сейчас тут есть, ее, в общем, не было. Были руины, как в Кенигсберге. есть даже такая легенда, почему так случилось именно с улицей Бокичу, что значит немецкая, что какой-то советский полковник-артиллерист на плане города увидел улица немецкая. А, немецкая, значит, будем по ней шарахать. И он стал шарахать, и от немецкой улицы ничего не осталось. Так вот, гимназия, да, это рядом, это около собора святого Казимира. Это бывшая иезуитская гимназия, сейчас там тоже средняя школа, но уже другая. Была очень мрачная, старинная, большая. Я вынес оттуда не самые счастливые воспоминания. Сложно там было по разным причинам. Ну, а потом знал вот этот костел рядом, августинский костел, но он стоял без крыши, как руина полная. Теперь чуть-чуть подправлен, но все-таки недостаточно. Эти, вот это помещение, в котором мы находимся, я сегодня вижу первый раз в жизни. Оно тоже, наверное, было тогда разрушено. Я даже помню, что там стояли какие-то руины. Для литовцев это место важно, потому что здесь учился и жил и преподавал какое-то время Мотеюс Воланчус или Мачи Воланчевский, такой писатель, епископ, он был епископом, религиозным деятелем, но также писателем, и довольно любопытным писателем в XIX веке, отчасти еще в первой, но больше во второй половине XIX века. Он связан с этим августинским монастырем и с этим костелом. Другие какие-нибудь факты о костеле я в общем не знаю. О Святом Казимире кое-что знаю, но в мое время там был музей атеизма, что было даже довольно интересно, потому что там можно было увидеть например витрине с соответствующими комментариями молитвенники от руки написанные послевоенными партизанами, но вот нигде больше такого не увидишь только в музее атеизма и так далее. Все, конечно, избегали туда ходить, но я специально как-то пошел, у меня принцип такой, видеть надо все. Если в городе там 15 музеев, надо обойти все. И так я обычно всегда в каждом городе и делаю. Был и в этом музее, отчасти потому, что посмотреть даже на интерьер собора, отчасти даже и на экспозицию. Так еще может быть. Мой вопрос для меня вытекает сам собой, но он не связан с литературой, он не связан с Вильямсом. Вопрос скорее такой обширный, общий и вряд ли можно ответить конкретно, но мне все равно интересен в ваш взгляд. Так иначе нас всех касается, потому что мы живем в лоне христианства, которое возникло, как выросло из иудроизма и вы сравнили Вильнюс с Иерусалимом. И теперь у меня был такой вопрос. Вильнюс, вы сказали, мировой город, с Виллорой. Иерусалим должен быть мировым городом. Мой вопрос так звучит. Как сделать Иерусалим мировым городом? Что можно произойти? Иерусалим? Ну, вы знаете, ну, во-первых, так, христианство произошло из иудаизма и поначалу это была даже как бы такая секта иудаизма. Потом она уже оформилась в основном апостол Павел это сделал, оформилась в такую подлинную религию. И то же самое ислам. Ислам тоже из иудаизма. И эти привилеги называются авраамическими, то есть они пошли от Авраама. Вы знаете историю Авраама Исаака. Существуют стихи польского поэта Виктора Ворошильского, который очень люблю, про Авраама Исаака. Стихи такого содержания, что вот было племя, в котором было принято убивать первенцев. Вот всегда надо было отвезти его в пустыню и там заколоть. Но об этом говорится и в Библии. И это надо было сделать и некому Аврааму. Он отвел своего Исаака, у него не поднялась рука убить мальчика. Он придумал, что явился ангел и сказал, приноси в жертву вместо мальчика барашка. И так оно и пошло. Стали вместо детей приносить барашков. Кончаются стихи так. После этого прошло несколько тысяч лет и очень часто убивали детей. Но Авраам в этом уже не повинен. Вот хорошие стихи, правда. Так вот авраамическая религия. Вот в этих трех религиях говорится о том, что детей убивать нельзя. И что касается Иерусалима. Чтобы сделать Иерусалим мирным городом. Вы знаете, это могут решить только те, кто живет в Иерусалиме. Я там был раза три в жизни. И это не знаю, были ли вы. Вы жили там. Мне объяснили, что находясь в Иерусалиме можно не почувствовать, что страна ведет войну. Я действительно это как-то не почувствовал. Я даже выезжал на арабской территории, был в Вифлееме, например, он на палестинской территории, был в Ерихоне. Переезжал Ярдан в страну Ярданию, в королевство Ярдания. Смотрел там Петру, знаменитый археологический памятник Петры, который очень стоит увидеть. Ну вот это безумно сложно решить вопрос с Иерусалимом, ну хотя бы потому, что многие палестинцы принципиально не признают право евреев там находиться и иметь там свое государство. А у евреев, по крайней мере утечения, которое называется сионизмом, там должно быть еврейское государство, оно есть, и уже от этой печки надо танцевать. Ну, знаете, с сионизмом там сложно, потому что, например, есть, вы, наверное, это знаете, в самом Иерусалиме есть еврейские религиозные течения, которые говорят, что Израиль это неправильно возникшее государство, что надо его закрыть, всем разъехаться и ждать, пока появится Мессия и приведет нас на родную землю, поскольку там Бен-Гурионы для Голда Милля это явно не Мессия, значит, они бесправно это сделали. Кстати, есть еще очень хорошая шутка, которую мы потом тоже употребляли. Один из начальников сионизма, ну, сионизм понятно, что такое, это течение, которое считает, что евреи должны переселяться в Израиле и создавать там свое государство. Так вот, оно явилось около 100 лет назад, больше 100 лет назад, но поначалу развивалось довольно медленно, и тогда один из его вождей сказал, чтобы быть сионистом не обязательно быть сумасшедшим, но это помогает. И мы диссиденты, которые пытались там что-то высказывать против советской власти, это было очень страшно против такой махины пойти. Говорили, что быть диссидентом не обязательно быть сумасшедшим, но это помогает. Так вот, не жить это могут только люди, находящиеся там. Я в этом, так сказать, я не еврей, не араб, не юдаист, не мусульманин, я не могу даже в этом судить, это слишком для меня сложно, я это выношу за кавычки. Надежду в меня вселяет то, что за уже сколько лет, уже, наверное, 80 лет, как и знали, существует, и, в общем, не погиб, а скорее процветает. Будем надеяться, что так это будет и дальше. Я бы, конечно, хотел, чтобы они помилились, нашли выход, но это трудно и, так сказать, легче как-то не становится. Мне кажется, может быть, я и не совсем прав, что в основном из-за позиции крайних палестинцев, что вот этого государства не должно быть вообще, тогда не о чем разговаривать. Может быть, я не совсем прав, не знаю, надо там жить и жить либо в качестве еврея, либо в качестве араба, чтобы понять, что там на самом деле происходит. Спасибо. Ну, может быть, и хватит. Я понимаю, что в конец встречи, КПН, вы говорите, малые любители, ваш поединок любителей. Здравствуйте. Вы хвалы острову. Да, да. Для меня это ежедневное чтение здесь, в Вильнюсе, и ежевечернее погружение в литовский, потому что она на двух языках. Вы подаете мне открытие этого языка, для меня это просто прекрасно. И потом вот купила я книгу в Минске. обнаружила в ней перевод своей грузинской подруги, табилистой подруги с удивлением Инны Повершовой. А вы, она ваша подруга? Да. Какая, как замечательно. Замечательно. Просила передать вам грузинские приятности, но забыла. Ну. В следующий раз. А в феврале отступила эту книгу в Москве, в доме великой книжны Ирина Багратионова-Хранели. Замечательно. Вы понимаете, как многие любят вашу поэзию, как она должна? А вы сами не из Грузии? Нет, я из Минска. Из Минска. Но связи у меня очень тесно. Понятно. И я вот хотела, чтобы это было завершение вечера. Вот это не специально, она действительно у меня здесь, это моя честь. Спасибо. Но я должен сказать еще одну вещь. У меня вышла теперь книга, тоже на двух языках, называется Металинга. Это перевела Анна Герасимова. Все говорят, что это лучшие переводы. То есть переводили Бродский, и Наташа Гармоневская, и Кушнер. Ну, известные вполне поэты. Но все говорят, ну, не все, но многие говорят, что переводы Анна Герасимова лучше всех. Лучше даже Бродского. Ну, трудно сказать. Быков это сказал. Есть такой известнейший критик Дмитрий Быков. Наверное, многие в этом зале его знают. Его творчество знают. Так вот, Быков сказал, что, ну, наконец, Томас дождался своего переводчика. Это звучит, как настоящий русский стих. Вот это Металинга, я очень ее рекомендую. Но сейчас ее уже не достать. Вы знаете, когда вышла моя первая книжка, называлась она «Граненый воздух». Это взято у Мандельштама. «Тяжелые твои Венеция, Все уборы В кипарисных Рамах Зеркала, Воздух твой Граненый, В спальнях Тают горы Голубого От пляхлого стекла». Так вот, Граненый воздух. Потому что стихи – это вроде воздуха, они, так сказать, некое сотрясение воздуха, но для них надо как-то огранить, чтобы это имело грани, чтобы это имело форму. И вот «Граненый воздух» когда вышло, то в интернете я нашел лучшую рецензию, какая вообще может быть. Она состояла из одной фразы «Хорошая книжка, но хрен достанешь». Металинга – это нота лингве. Нота лингва по-латыни – знак языка. Это в царские времена если ученик в школе заговаривал по-литурски, ему вешали такую позорную табличку на шею. И это пошлялось стукачество, поскольку если кто-то другой заговаривает по-литовски, ты быстро эту табличку перевешиваешь, а сам уже ходишь свободный. Так вот, стихи, написанные на каком-то другом поэтическом языке, чем это в советском суде принято, они вот называются «Металинга». Эту книжку я советую, но действительно ее достать невозможно, но это хорошие переводы, и там кроме стихов много чего есть. Ну, спасибо, хватит, и спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok